Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Вернулся Коленька с учебы, стоит перед зеркалом, смотрит на себя и говорит, «Гости уехали, мы остались одни». И таким печальным тоном он это произнес, будто отъезд этих гостей его печалит. Зайку бросила хозяйка. Такой бедный, такой несчастный, позабыт, позаброшен. Все разъехались. Один он как перст в этом мире. Я, как только увидела превью к ролику, еще не включала само видео, не смотрела. Думаю, ну все, сейчас будет показывать, как он прыгает до небес, ну или как минимум до потолка. Думаю, хоть бы не пробил, квартира-то все-таки новенькая. От радости, что его наконец-то оставили в покое. Ну, стоит он такой на превьюшке, улыбающийся, счастливый, включая ролик. А он даже с каким-то сожалению говорит о том, что все разъехались, и он остался один. Ну, не совсем, конечно, один, с Сайгаком. Сайгака начал называть так, как называет Надя. Сайгунь, зайчик, Сайгунь! Даже с той же самой интонацией, что произносит Надя. Ну, тут уж с кем поведешься, того и наберешься. Я вспомнила, у него в ТикТок была трансляция, он говорил о том, что он скучает по дому, по людям, которые остались в Днепре. Но я не думала, что это распространяется на Самвела и его окружение. Я как-то тогда решила, что это, конечно же, относится к родителям. Ну, хорошо, к Самвелу тоже. Ну, что именно там к бабе Тане это может относиться или к Наде. Даже мысль не приходила. А тут смотрю, какой он грустный и думаю, а может быть, его хоть и напрягали временами такие гости. Но он был им все-таки рад, но не умеет Коля жить один. Он прямо об этом говорит. Грустно ему, скучно. Конечно, Игорь с женой приходит, но они, скорее всего, не настолько еще близки стали его сердцу. Лучше, чем ничего. Но все-таки не то, что хотелось бы. После учебы, говорит Коленька, зашел в кафе, купил себе еду, чтобы перекусить. Опять сказал о том, что готовить для себя одного он не хочет. Зашел на кухню, показал вымытую Наде посуду. Ни злобы, ни раздражения не было слышно у него в голосе. Ничего он не сказал, что что-то там Надя испортила ему в этот раз или не испортила, наоборот. Надя вот мне всю посуду перемыла перед отъездом. Показал и стоящую в раковине грязную посуду. Но и чтобы люди не сочиняли на пустом месте, он сразу объяснил, что это посуда после его завтрака. Самвел с компанией отчалили в 5 утра, а Коля вышел из дома на занятия в 7 часов. Понятно, что Надя просто физически не могла помыть и эти стаканы после Коленьки. Зрителям же, если все популярно не объяснить, они же напридумывают 7 верст до небес и все лесом. И вот мне нравится, с какой уверенностью вообще, не имея никаких доказательств, люди так настаивают на своей версии. А это всего лишь навсего версии. Вот одна зрительница мне пишет, что в первый визит Надя, когда поцарапала мойку, там уронила салат, в этот раз ее уже ни к чему не допустили. Но так странно, люди смотрят. После того случая они приезжали же еще раз. И Коля сам просил Надю ему помогать. Я еще делала обзор и говорила об этом. Ну, раз он так активно настаивает, чтобы Надя помогла, он даже сказал, Надя, ну а что вы сидите, ну почему вы мне не помогаете? То есть, если бы его действительно напрягла та ситуация, он бы сейчас сказал, Надя, давайте так, я сам, не надо мне ни в чем помогать, я все сделаю сам, сидите бога ради. Нет, он сказал, Надя, давайте, впрягайтесь. Ну, значит, думаю, не сильно Надя напортачила, раз продолжает просить о помощи. Да и в этот раз Надя крутилась на кухне. Ну и вот, как доказательство, стоит вымытая ею посуда. Прекрасно Надю допускают и что-то там приготовить. Она вот и микроволновку включала, разогревала еду, бабе Танюшу. Коля будет, что ли, этим заниматься? Нет. Она брала эту какую-то салфеточку, и чтобы пальцы не оставались, она ее включала и выключала через эту салфетку. Даже сам Веллу показывала. Видишь, как я это делаю? Лишь бы только не остались ее отпечатки пальцев. Ну и по поводу того, что Коля не хотел, чтобы Надя приезжала к нему, это же тоже выдумки. У него на канале я смотрела видео, делала на это видео обзор. Он сказал, я сделал перестановку, и вот теперь Надя, ей, в общем, тоже будет за столом место. А то она бедная, в прошлый раз не могла приткнуться. И он это сказал, ну вот надо слушать эту интонацию. Он не говорил с раздражением или с издевкой. А Наде бедненькой, в прошлый раз-то и сесть некуда было. Нет, он не так сказал. Говорит, вот теперь мы сможем этот стол так поставить, чтобы всем хватило места. А то Наде бедной в прошлый раз вообще не досталось. Вот она сидела на диване, тут тулиться действительно там некуда было. То есть, ну, значит, он прекрасно осознавал, что Надя приедет, и он был не против ее визита. И в этот раз он очень активно наставил на том, чтобы Надя именно садилась за стол, присутствовала тут. Хотя она говорит, да я сяду на диване, Карина говорит, да нет, я сяду. В общем, хотели все сидеть, я так понимаю, на диване. Но надо было придвинуть стол, тогда бы все вообще прекрасно разместились. И баба Таня сидела бы за столом, а то она тоже бы не против была похомячить. Но ей не дали. Сказали, так, все, ваше время истекло. Ты уже поела. Все необходимые уколы, лекарства там или что еще она там принимает, получила. Поэтому все, давай садись на диван и наблюдай со стороны, как мы будем ужинать. Что, что иногда между людьми возникает разногласие, это же вполне нормальное явление. Но это не говорит о том, что если раз поругались, все, такое тоже бывает. Ну вот видите, да, был момент, когда он запрещал ей приезжать к ним на игрень. Но это же не значит, что всегда так будет. Да, он как-то был против того, чтобы Надя приходила навещать Сайгак или там оставалась в этой квартире. Но все течет, все изменяется. Время прошло, страсти улеглись. Все, они снова начали общаться, ездят в гости Надя спокойно. И Коля не предъявляет никаких претензий, не говорит Самвелу, чтобы ноги Надиной не было в моей квартире. Знать ничего не знаю, чтобы она не приезжала. Делай, что хочешь. Нет ничего подобного. И вполне нормально он с нею разговаривает. А то прям, знаете, вот так воспринимают слова Коли. Вот если он сказал, Надя, я запомнил то, что ты сказал. Я вот просто так это из виду не выпущу. И прям, знаете, истина в последней инстанции. Ну все. Слово, которое Коля произнес, оно железобетонное. Вот раз он сказал, что вот так он будет делать, значит, именно так он и сделает. Мнение свое он не поменяет. Да меняет он точно так же, как и все мы. Сегодня разозлился одно, сказал, завтра время прошло, уже успокоился и, э, да нафиг оно надо. Ну, приехала-приехала, уехала-уехала, ну и фиг с ним. Как все нормальные люди, точно так же и Коля думает и действует. Далее Коля отправился проверить миски кота, есть ли у него корм. Я вообще удивилась, что Надя в этот раз ничего для Сайгака не приготовила. Я говорю сейчас конкретно про мясо. В прошлый раз она филе купила, порезала его на кусочки, разложила порционно по пакетикам. То же самое она сделала с фаршем. В этот раз ничего подобного. Коля подошел, а, корм у тебя еще есть, да, более чем достаточно. А котик продолжает мяукать, но явно что-то требует для себя. Ну, вот тут Коля и сообщил, а за фаршем тебе я смогу пойти только вечером. Поэтому, котик, тебе придется потерпеть. Как-то Надя упустила этот момент. Себя покормить не забывала. Как только собирались садиться за стол, Надя в числе первых. Тут, как здесь, уже сидит, она уже готова к приему пищи. А вот котика, которого она очень любит. Ну, такой необычный котик. Что же она не обеспечила этого необычного котика курочкой? Вот насчет этого Коля мог предъявить Наде претензию. Меня еще прикольнул холодильник. Открывает Коля, а там пусто. Там реально пусто. Перед отъездом, когда у них в гостях был Игорь с женой, в объектив камеры Самвела попадал холодильник и его содержимое. Он был битком забит. Ладно, допустим, часть продуктов они отдали Игорю. Какую-то часть забрали с собой. Ну, там вообще ничего не осталось. Там реально пустой холодильник. Получается, они съели все подчистую. С такими гостями и свинью заводить не надо. Они сами справятся с едой. Все схомячили. А выпивка хоть осталась? Коля же показал Самвелу, сколько у него бутылок стоит. Тот аж присвистнул. Ого! Пить не перепить. Они же там еще и здорово на это налегали. Как ели, так и пили. Может быть, они и успели полку с алкоголем разгрузить? Че-то об этом Коля промолчал. А все равно на Колю наложило отпечаток общения с Самвелом. Может быть, он и сам по себе был таким? Мы же его узнали только благодаря Самвелу. В общем, как было дело. Радостно Коленька сообщает, что он сходил в туалет. По-маленькому. Пописал. Ну и как доказательство, стал застегивать ширинку. Стоит перед зеркалом и все это снимает на камеру. А зрителям обязательно знать, ходил он в туалет или не ходил. По какому он ходил. Нам какая разница. Мужику под 40 лет он как малыш детского сада сообщает, что он был в туалете. И рассказывает еще подробно, чем он там занимался. Но взрослые люди себя так не ведут. Вот уж воистину, пупс он и есть пупс-бубочка. Далее Коля показал посылку, которая ему пришла. Не только Самвелу шлют посылки, ему тоже. Вот если бы ему не нужно было зафиксировать содержимое этой посылки на камеру, он бы ее давным-давно открыл. Ну а так пришлось подождать удобного момента. Открывает. Первое, что ему попалось под руки, это масленичка, как сказал Коля. Читал, читал там что-то по-английски, а потом добавил дрыщ. Английский у Коли на таком же высоком уровне, как и у Самвела. Не, ну а что, в принципе нормально. Это же прозвучало как своего рода предупреждение. Не ешь много масла, это чревато последствиями. Ну и вот эти самые последствия, они там прямо-таки были описаны. Также показал, что прислали ложечки. Не люблю желтый цвет металла, так дешево выглядит. Не нравится мне. Ну, Коле понравилось. Это же самое главное. Если нравится, ну пусть пользуется на здоровье. Наоборот, даже пришел в восторг. Я бы предпочла под серебро, а ему, ну раз нравится такое, вот если бы они были чисто золотые, тогда был другой разговор. А так, ну, не тот цвет металла, не тот. Есть такой, знаете, подбирают действительно под цвет золота, но это не этот случай. А вот что мне понравилось, это вот эти стаканчики с ручкой. Мне такие тоже понравились. Я себе заказала несколько штук. Интересно они смотрятся. Когда Коля сказал, что он псих-одиночка, для него такое количество бокальчиков чрезмерно, я вспомнила визит его недавних гостей. Если они к нему будут так же часто приезжать, то этого количества даже не хватит. Выпить там же все любят, включая бабу Таню. Возраст для этого не помеха. Если что-то работать, вот тут она не может. Ручки слабые, глазки не видят, ножки не ходят. А вот глотка при этом работает у нее, и челюсти работают отменно. Поэтому подарок очень даже в тему. И хотя эти бокальчики больше для кофе подходят, но Коленька решил, что из них вполне можно пить и опироль. Я думаю, что если нальют, то прекрасно выпьют и оттуда. Это не помеха. В общем, сказал Коля, много у него уже посуды на кухне, но место еще есть. Так что посылки он принимает круглый год, круглосуточно. Поэтому не стесняйтесь. Если у кого-то есть еще такое жгучее желание одарить Коленьку чем-то, смело присылайте. Он не откажется. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока!